привет всем это канал лесными тропами в общем смотрите я снова на своей лесной полянке пришел значит с ричардом получилось выбраться в свой выходной вроде бы все на своих местах все как было ничего не с не поломали единственное что кто-то все-таки здесь был курил вот там вот окурки лежат вот это не мои так я не курю в общем пришел я с ричардом сюда на полянку немножечко знаете так отдохнуть посидеть у костерка сейчас костерок разведем взял и немножечко с собой перекусить в общем и также я приобрел себе приобрел себе новый топор топор называется викинг будем его сегодня тестировать посмотрим как он в деле ладно буду я значит раскладываться сразу же разведу костерок потому что с костром приятнее сидеть вот ну и в общем смотрите как у меня будет получаться вот так вот друзья я разложился вот сейчас буду приступать разводить костер в общем смотрите что я взял с собой перекусить у меня яйца помидоры огурцы взял я с собой котлеты это рыбные котлеты это я их делал сам делая их их из той рыбы которую сам выловил вот так же смотрите вот для ричарда здесь куски по пути на эту полянку мне попадались грибочки смотрите значит нашел 4 подберезовик и один этот как его маховик маховичок значит мы сейчас после того как разведем костер с ричардом еще конечно же тут пробежимся возможно еще какие-то грибы найдем вот 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 так ну вот значит смотрите костерчик запалили значит смотрите что по топору значит топор топор называется викинг фирма rexant в общем вес топора 500 чем-то грамм ну там 500 ну короче пол килограмма весит длина у него 44 сантиметра в общем смотрите он в пластиковом чехле то есть можно да и вот так вот взять не падает ничего очень удобно перед для переноски там по пошли куда-то в лес например похода куда-то взяли вот так вот вы пошли в принципе он места много не занимает его даже можно также в рюкзак кинуть там вон чем небольшой очень смотрите здесь на чехле вот такая вот застежка она отгибается топор достается обратно также засунули топор защелку закрыли все очень удобно с пластиком чехлом очень удобно потому как да так если допустим рюкзак вот так вот вы без чехла кинете топор да правильно там об этот край разорвется ли еще чего-то с чехлом в принципе вообще очень удобно очень хорошее решение так значит смотрите сейчас берем складную пилу топор пойдем пойдем там попилим общем порубим посмотрим общем как он в действии сейчас я уже конечно же дрова им поколол немного в принципе чем как бы мне нравится пока что мне нравится так что все давайте пройдем но друзья например давайте вот это вот дерево мы сейчас попилим порубим как вот он рубит вообще в принципе нормально да в принципе он рубит нормально мне нравится пока что так давайте я вам поближе покажу вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, давайте Может пенек вот этот попробуем Его расколем В принципе он не нужен, я думаю Специально на дрова заготавливал Так, ну что, пробуем его колоть Так вот Ну вот он в принципе и справился За счету Ну, в общем, что могу сказать Хороший топор Можно использовать его как топор Так же как и колун В принципе я приобретением доволен Да, кстати, приобрел я этот Топор в интернет-магазине Wildberries Вы все его прекрасно знаете, этот магазин В общем, ручка из файберпластика Как написано Она пустотелая До сюда То есть там Пустота, в общем Но она как бы сидит в руке хорошо Ничего никуда не улетает Держится в руке хорошо Крепко Вот В общем Так-то что Нормально Буду теперь его всегда с собой брать Что он легенький Что он весит-то Полкилограмма, я не знаю Особенно с этим чехлом Так Вообще милое дело Взял, убрал его туда Защелнул Все Даже Есть специальное отверстие Можно на гвоздик повесить его Прикольно Да, кстати, смотрите Вот это вот Размер топора 44 сантиметра Это получается В общем Их всего 4 размера То есть 23, если я не ошибаюсь Потом 35 44 И 70 23 сантиметра Я, конечно, еще не знаю Для чего такой маленький топорик Что я могу все делать 350 Это, в принципе, как обычный стандартный топор Ну, вот Плотницкий, да Тут уже, конечно же, немного побольше Ручка Я специально такую взял себе И это Есть еще 70 сантиметров Но 70 сантиметров Это он будет уже длинный Зачем мне такой У меня, тем более, есть колун хороший Поэтому Вот это вот самое идеальное Прям вот Вот самый идеальный размер, я считаю В принципе Я не знаю Я, конечно, ссылку-то, наверное, не буду оставлять На этот Wildberries Это что там Короче Топор Викинг Фирма Риксант Кому интересно Введите в интернете Посмотрите Никакая это не реклама Я просто делюсь своим новым приобретением Так что Ну, вот Мне очень понравилось Честно Так, ну что Пока костер горит Углей там как бы еще нет В общем, дрова еще не прогорели Пойдем мы, наверное, с Ричардом по лесу походим Пойдешь, Ричард? Грибочков собираем Если они есть Идем, смотри, чем Грибы Смотрим Какой маховичок Маховик же, да, ребята? Какой-то он страшный Смотрите, вообще Пусть он тут лежит Не трогаю речь У нас лежит Как я уже говорил В прошлых видео Я люблю лисички Нет, я от других грибов Конечно же, тоже не отказываюсь Жареные грибы мне нравятся В принципе, все Все жареные грибы Они вкусные Ну вот Чтобы готовить суп Мне Вообще они не нравятся Кроме Подосиновиков никакие Так Вот, ребята Ходим С Ричардом ходим Грибов вообще Что-то нету Растет только брусника Кроме брусники Ничего нету Вкусная ягода Дова речи В другую сторону Теперь сходим Там где-нибудь Посмотрим грибов Здесь я еще не был Интересная тоже Полянка небольшая Бугорок Там ягоды собирают В лесу Мужичок Пусть собирают Нам нужны грибы О какой Смотрите Стоит какой Красивый Березовик Но он, наверное, плохой Он плохой Весь червивый Ладно Вон там стоит Мухомор Пойдем О, стой Вот, смотрите Какой Подберезовичек Оп Красивый Хороший Берем Смотрите Какой растет Грибочек Подберезовичек Берем Там еще один Растет Но он вроде Плохой уже Так Забираем Вот смотрите Подберезовичек Оп А вот еще один Оп Вот так вот Сейчас пока Все грибы В пакет вложу Там на нашей полянке Уже и разберемся Че куда Ну вот Пришли мы на место На наше Значит Дрова тут вот Прогорели уже В принципе нормально Угли есть Нам надо Значит смотрите У меня есть вот такая вот Штуковина Не знаю То ли она с микроволновки То ли откуда Ну в общем она дома Валяется у меня И я ей никогда Не пользовался Поэтому я сейчас На нее поставлю Сковороду И буду жарить Котлетки Вот так вот Я поставил ее Сюда в сковороду О Думаю будет нормально Вот так вот Пусть греется Масло А вот они наши Котлетки Две штучки я взял Мне этого достаточно Как я говорил Там мои котлеты Я их сам делал Лепил Из рыбы Которую сам лично Выловил Значит смотрите Что по грибам Получается Вот Так вот Так один сломался Так раз Раз два Три Четыре Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восемь Да правильно Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Подберезовиков Один Маховик Четыре Пять Шесть Лисичек В принципе Этого тоже достаточно Чтобы пожарить Так что сейчас Пожарим котлетки Если что Можно будет Так же Еще и грибы Пожарить Так Ну вот Закинули Наши котлетки Пусть они Потихонечку Жарятся Сильный жар Нам не нужен А то Они сразу же Сгорят Смотрите У меня есть Вот такой Походный набор Там значит Опа Вилка Ложка Смотрите Я вам сейчас Соберу Вот такая Вот Ручка Вилка Оп Вот Вилка Вот такая Получается Да Прикольная Потом значит Смотрите Есть Ложечка Так же Небольшая А есть Еще Смотрите Что Опа Покажу А есть Еще Вот такие Две Палочки Для суши Смотрите Какой Интересный Да Наборчик Вилка Ложка Палочки Для суши Коробочка Вот она Небольшая Вообще Спокойно Взяли В карман Убрали Все удобно Все легко Разбирается Вот так Вытаскивается Кого Кого Если Заинтересует То Вы Пишите Могу Оставить Ссылочку Ну Как бы Все Оставлять В принципе Если Вы Даже Хотите Сами Можете Найти Я Это Приобретал На Алиэкспрессе Поэтому Также Хотите Заходите Смотрите Что там Только Нету Из Этого Всякого Разного Инвентаря Кухонного Так О Ну А вилочки Мы будем Сейчас Кушать Котлетки Котлетки Почти Готовы Вот она Все Аккуратненькая Маленькая Взял Вот так Вот Еда Убрал В карманчик Вот так Вот Все Место Много Не занимает Вот Ладно Жарим Котлетки И будем Кушать Так Посуду Я сегодня Никакой Не брал Поэтому Будем Все Раскладывать На крышечку На пакетики Я не знаю Так Огурчик Давайте Порежем Сразу Огурчик Овощи Все У меня Намыты Дома Так Что Они Чистые Так Вот Оп И еще Разочек Опа Один огурчик Разрезали Помидорчик Будет Так Будет Будет Так Сейчас Плюс Еще Котлетка Вообще Круто Вот Они Наши Котлеточки Смотрите Как они Аппетитно Выглядят Вообще Прям Вкусные Вкусные Так Значит Сейчас Я Порежу Хлебушек И Будем Уже Приступать К Трапезе Вообще Прям Так Кушать Сильно Хочется Рича 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 Вообще Красота Сейчас Сейчас Все Будет Так Вот Так Вот Вот Так Отлично Отлично Вообще Смотрите Какая Красота Вот Хлеб Мягкий Вкусный Свежий Вообще Смотрите Он Какой Мягенький Да Вообще Вкуснота Давайте Скорее Пробовать Уже Как Вкусно Натуральный Продукт Сам Лепил Знаете Классно Вот так Посидеть Да С тарелочкой Еды У костра Никого Нету Тишина Супер Вообще Птички Поют Погода Прекрасная В общем В общем Какие планы На осень Да Вот Канал У меня Про Про Отдых Как я Отдыхаю На природе Как я Что-то Строю Что-то Готовлю Вкусное Да Вот О рыбалке Также Я Выезжаю Периодически На рыбалку И Также У меня Есть еще Увлечение Металлопоиск То есть Хожу с металлоискателем Ну Собираю В общем Железо Вот Поэтому Какие планы На осень Значит В принципе Все то же самое Сейчас Правда Лето Сейчас езжу На металлокоп Очень редко Из-за того Что очень высокая Трава Да Совсем Неудобно Поэтому Больше езжу На рыбалке На природе Отдыхаю Так Сейчас Как только Трава Ляжет Буду ездить Наверное Почаще На металлокоп Где то что то Искать Куда то ездить Куда В какие нибудь Не знаю Заброшенные Деревни Какие Может заброшенные Там Ну я не знаю Там Постройки Какие то Где то что то Раньше было Все заброшенное В общем Езжу Ищу Вот Так же Так же Я конечно же Буду ездить И на рыбалке В общем Ходить на природу Отдыхать Готовить Что то вкусненькое Как то так Короче Буду есть В общем Буду Буду Осенью Ездить На металлокоп Буду Так же Рыбачить И так же Ходить на природу В принципе Все то же самое Только будет Больше металлокопа Я думаю Вот Форд Мне очень нравится Продавать Я его точно Не хочу Я на нем Езжу Уже четвертый Год Меня все Устраивает Так конечно Думаю Ниву Какую Недорогую Ездить Просто Ну как бы На металлокоп На рыбалку Там например Да Куда Дороги плохие Где Какие нибудь Озера глухие Докуда на моей машине Не проехать Очень хочется На таких Поездить Я такие озера знаю Вот Хочу на них Порыбачить Но Пока Нет возможности До туда добраться Пешком Если топотик Это очень далеко Тем более У меня лодка Короче Тяжелая Комплектация Люкс У меня Слани Тяжелые Там Весь пол Поэтому Совсем Не вариант Пешком Пешком Тащить Ее Ладно Что Буду дальше Кушать Потом Ну потом Включусь Может все Поболтаем Или еще Рядом Рядом с полянкой Смотрите Какой Мухомор Растет Вообще Красавец Далее Клевый Также Хожу Всякие ветки Палки Собираю Костер Бросаю Все почище Вот Так что Дровами Сейчас Что-то Редко Стал Пользоваться В основном Вот эти Веточки Ну ничего Пусть Дрова На зиму Лежат Сейчас Летом Дров Куча Вон Они Везде Эти Поваленные Деревья Валяются По всему По всему Периметру Дров Куча Вот Ходим Гуляем С Ричардом Покушали Сейчас Еду Растрясем Походим Да может Уже будем Потом Собираться К дому Не знаю Грибы Наверное Я не буду Жарить Сегодня Че их Жарить Сейчас Вроде Поел Уже Заберу Домой Дома Приготовлю Что-нибудь С них Ну Пожарю Дома Вот Ну а так Все Все нормально В принципе У нас Хорошо